Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Может ли 9-летний неговорящий мальчик с сильным аутизмом давать точные пророчества, которые резко изменят вашу жизнь? Мой гость говорит, да. Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Здравствуйте для тех, кто не знаком с Максом. Я скажу, что он автор бестселлеров. Он выпустил целых 39 книг, и у него две научные степени. Когда вы были ребенком, вы всегда хотели быть журналистом, Макс. Нет, мой средний балл в школе был полтора, вплоть до выпускного класса. Если бы вы хотели наказать меня, то нужно было просто запереть меня в библиотеке. Я ненавидел читать, и я набирал одно слово в минуту на тех старых печатных машинках. Но в выпускном классе я был спасен и крещен во Святой Дух. И однажды я ехал по дороге и услышал голос. Он был настолько отчетливым, что я даже дернулся. Я сказал, «Ой, откуда этот звук? А его слышал еще кто-нибудь?» Я не знаю, но для меня он был услышанным. Голос сказал, «Ты будешь писать книги, и они разойдутся по всему миру». Мне было тогда 18 лет. Я понятия не имел, как писать или издаваться. Я лишь знал, что это сказал Бог. Я получил спортивную стипендию в колледже и планировал выбрать в качестве специальности физкультуру или тренерскую деятельность, но из-за того голоса я решил выбрать журналистику. Я пошел прямо к декану факультета журналистики в университете Миссисипи и сказал, «Бог призвал меня быть писателем». Он ответил, «Прекрасно. Давай мы поможем тебе в этом». С этого все и началось. Скажу вам, Бог куда умнее, чем мы. Макс, ваша новая книга просто невероятна. Вы превзошли самого себя. Она называется «Иисус, Джосайя и я». Она о мальчике по имени Джосайя Коллин. Это 9-летний мальчик, неговорящий и с очень сильным аутизмом. Он получает слова от Иисуса. Его мама, Тахани, была у нас на программе более 4 лет назад, и он сверхъестественным образом получил слово И для вас. Как такое возможно? У меня есть подруга-писатель, и она написала книгу, которая очень сильно тронула меня. Как-то я позвонил ей в 9 утра, чтобы поговорить с ней о ее книге и похвалить ее. И в этом разговоре она рассказала мне, что сейчас работает женщиной по имени Тахани, у которой сын с аутизмом, и он выдает пророчества. И все, на этом все. Она ни о чем меня не просила. Сразу после этого она позвонила Тахани и рассказала о нашем с ней разговоре. Они поговорили, а вот и все. Во время этого разговора Джосайя был в школе. Он пришел домой только после 15.00. А вот он приходит со школы, ничего не говорит своей маме, но начинает печатать что-то одним пальцем на своем планшете. Она подходит, и вот что она видит. Он пишет «Упоминали о человеке». И спрашивает «Ты имеешь в виду Макса?» Да, он имел в виду именно этого писателя, Макса Дэвиса. А почему она так спросила? Потому что в 11 утра она говорила «Шерилл». И мы говорили о книгах, издательствах, ну и так далее. В 15.00 Джосайя приходит домой, и ничего ей не говоря. Пишет на планшете «Упоминали о человеке». Она спрашивает «Ты имеешь в виду Макса?» Он не знает обо мне ничего, кроме того, что меня зовут Макс. И Джосайя отвечает «Много работы с Максом. Он не только известный автор романов, но и знает, что сходство — это не лучший подход». Он понял, что я не только автор, но и пишу романы, зная всего лишь мое имя. К тому же перед этим обе мои книги были романами. Хотя обычно я пишу научно-популярное произведение. Но он назвал меня не просто автором, а автором романов. Представляется? И после этого Тахани раздобыла мои контакты и прислала мне сообщение. Она сказала, «Мне бы хотелось с вами встретиться». Поначалу я был настроен скептически. Но это было лишь только начало всего. Такое сложно вообразить. Этот мальчик всего одним пальцем набирает на своем планшете подобное небесное, я бы сказал, послание. Насколько я знаю, он вообще не может говорить. Верно? Он не может подключиться к интернету. Он даже не может сам перевернуть страницу. Вот насколько он скован. Это сверхъестественно. Однажды вы ездили повидаться с ним, и, насколько я знаю, большую часть времени он провел под одеялом со своим любимым планшетом. Да, это был незабываемый опыт после двух лет, одних только сообщений от него. Это были слова, которые изменили мою жизнь. Я решил поехать и увидеться с ним. И вот, когда я приехал, то осознал, насколько именно это тяжелый случай. Так что все это точно было чудом. Также удивительно то, что он не еврей, но освободил вас от чувства вины всех евреев. Хотя и вы тоже не еврей. Так расскажите мне об этом подробнее. Как-то утром я очень интенсивно молился. Я молился около двух часов в моем кабинете. И вот какое слово я получил 10 июля 2016 года. Мы с женой писали книгу. Вернее, жена помогала мне писать книгу для другого человека. И в тот день мы не пошли в церковь, чтобы поработать над нашей книгой. Книга называлась «Первые плоды». Мы весь день работали над ней, и где-то в час дня я очень сильно устал. Я подумал, что хорошо бы вздремнуть, но сказал жене, что чувствую вину за то, что хочу вздремнуть. Мы же ради этой книги пропустили церковь, и у нас еще так много работы. И жена сказала, «Ничего страшного, если ты хочешь вздремнуть, абсолютно ничего страшного не случится, если ты продолжишь писать вечером». Я пошел и уснул на долгих три часа. Затем я проснулся и писал всю ночь. Было такое ощущение, что Дух Святой на мне и на моих руках. Это было удивительно. На следующее утро я в Луизиане получаю сообщение от Джосаи из Миннесоты, и знаете, что он написал? Что? Сон — это приятно. Не так ли, Макс? Он написал, «Выпусти первые плоды». Иисус сказал, «Даже если из-за этого тебе приходится присоединиться к ночи, можешь временами искать возможности для дневного сна. Иисус приведет тебя в самое лучшее время, где ты соберешь самый свежий виноград». Затем было целое учение о винограде и о ночном времени. Вы представляете, мне это просто в голову не вмещается, как этот ребенок, который настолько скован, может иметь такой дар, и насколько больше Бог может использовать людей, которые не скованы для высвобождения своих даров. А затем был двухлетний период, когда он перестал присылать вам какие бы то ни было сообщения. И вот Джосаи присылает слово, которое изменило ход вашей жизни. Да, мне сложно отказываться людям, поэтому я постоянно завален какими-то проектами. Я хочу сделать их все. И на тот момент я, кажется, работал над четырьмя книгами одновременно. Стресс был просто невероятный. А в пятницу вечером я пошел в гости к другу по имени Крис. У него пророческий дар, и он часто говорит мою жизнь. Он сказал мне, и я записал его слова. Он сказал, «Макс, Бог одарил тебя определенными дарами, и тебе нужно оставаться в своей полосе. И делать то, чем Бог тебя одарил». Итак, Крис сказал мне это в пятницу. Я это записал. Затем моя жена расставила по моему кабинету карточки со словами «Оставайся в своей полосе» и «Делай то, на что у тебя есть талант». В субботу утром я сижу в кабинете, и жена говорит, «Макс, ты взвалил на себя слишком много. Занимайся тем, к чему ты призван, и оставайся в своей полосе». Не прошло и минуты после ее слов, как я получил сообщение от Джо Саи. Он написал такие слова. «В это время, в этот момент, нет ничего более важного в твоей жизни, чем оставаться на освященной полосе, которую Бог выбрал для тебя. Делай то, к чему Бог призвал тебя, а затем Он написал еще кое-что». «Вы знаете что? Ты взвалил на себя слишком много. Занимайся лишь тем, к чему ты призван». Но до этого я не получал от него сообщений около года. Точнее, если сказать, то целый год. А это сообщение я получил в тот самый момент. Вот это да. А знаете что? Я говорил с мамой этого мальчика, и она верит, что его ждет сверхъестественное чудо. Если Бог так невероятно использует его, когда он настолько скован, то что будет, когда он встанет и скажет, «Я хочу рассказать вам, что Бог сделал для меня, и это действительно будет чудом для всего мира». Аминь. Да, аминь. Не знаю, как вы, а я уже готов к мудрым наставлениям Джо Саи прямо с небес, и некоторые из них изменят вашу жизнь. Так что не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Поделитесь с нами некоторыми мудрыми изречениями о Джо Саи. Скажу вам, это не только для Макса. Слово Божие для каждого, кто в него поверит. Для каждого. Вы можете взять любое пророчество из Библии, оно для вас. Однажды вечером я молился в доме, в котором велись ремонтные работы. Я в нем никогда раньше не молился, там не было электричества. Строительство было не закончено. Там была только фанера и гипсокартон. На улице шел дождь, со мной нужно было место для молитвы, поэтому я взял свой фонарик и пошел в тот дом. Затем я молился там в тот вечер. Я молился на языках, кричал и восклицал Богу, ходя по тому дому. Я такого никогда раньше не делал. Я позвонил жене и сказал, я нашел новое место для молитвы. Это в доме. И на следующей неделе я получил такое сообщение от Джо Саи. Он писал, хлоп, хлоп, хлоп. Громкий дом хлопает папе. Раньше хлопки слышались от забивания гвоздей, а сейчас хлопки — это хвала. Он говорил о ночных молитвах в том доме. И затем он продолжил, ты залезаешь папе на колени. Папа хочет познакомиться с тобой. Ты делаешь его счастливым. Его радость — это твои молитвы в том доме. Папе нравится встречаться с тобой в этом доме. Я понял, что как сильно я хотел встречи с Богом, так же сильно, Бог хотел встречи со мной. Он сказал, что у нас есть поименное наследство, и что я пользуюсь своим наследством, когда залезаю папе на колени. Да, так он и сказал. У меня есть внуки, и когда они приезжают ко мне, что они делают? Залезают ко мне на колени. И у меня всегда есть для них какие-то вкусности, какие я очень хочу отдать им. Но они так же понимают, приходя ко мне домой, что это мой дом и мои правила, но при этом знают, что я хочу дать им многое. Именно так Бог желает, чтобы мы смотрели на Него. У нас есть наследство. И это лишь одна из мыслей о Джосае. Из слов Джосае вы очень многое узнали о молитве в Духе Святом. Например, что Бог всегда рядом, когда мы молимся. Да, это изменило мою жизнь. Я, конечно же, всегда знал, что Он рядом, но я осознал, что независимо от того, что мы чувствуем, Бог живой и реальный. И Он всегда рядом, когда мы молимся. Вот такое простое откровение. Он видит нас, знает нас. Он знает нас по имени. И еще Он знает... А почему же многие люди думают, Он меня не слышит, моя молитва не достигает до самих небес, потому что мы руководствуемся своими чувствами, а не Божьими обещаниями. А когда мы понимаем Его обещания, они становятся нашим основанием. Оказывается, люди больше влюблены... Это одно из посланий Джосае на основании книги Откровения. Он говорит, что люди больше влюблены в служение, чем в самого Мессию. Да, это одна из важных проблем, которую помог мне разглядеть Джосае. Я люблю писать книги, я люблю проповедовать и заниматься всеми подобными вещами. Но Иешуа желает, чтобы мы в первую очередь любили Его, Его самого. Очень легко погрязнуть во всем этом. Да, но многие служители больше любят свое служение, чем Иисусом. А когда я понял, что Бог желает иметь с нами близкие, романтические отношения, когда мы имеем с Ним эти близкие отношения, это все меняет. Я хочу отпустить вас в наш музыкальный уголок. Хочу вам кое-что сказать. Главная причина, почему мы снимаем эти программы, это то, что Бог любит вас больше, чем вы способны понять. Бог имеет цель для вашей жизни. Бог имеет для вас предназначение. Вы не случайность. Вы были задуманы и созданы как уникальное Дитя Божье со своим предназначением. Так что не сдавайтесь, а лучше повторите за мной. Это очень простую молитву. Вам будет проще исполнить свое предназначение, если Бог будет жить внутри вас, и вы будете слышать Его удивительный голос. Это будет проще, чем если Он будет жить снаружи и будет пытаться достучаться до вас, а вы будете рядом с Ним всегда. Повторяйте за мной эти слова. Дорогой Бог, я грешник. Прости меня за это. Я верю, что твоя кровь, твоя драгоценная кровь, смывает все плохое, что я когда-либо совершил, и больше никогда. не вспомнишь мне моих грехов, потому что они не существуют. И теперь, когда я чист, Иисус, войди и живи во мне. Будь моим спасителем. Я делаю тебя моим Господом. Аминь. Подождите. Подождите. Сейчас вы точно что-то получите. Вы поняли, что делал Макс? Он встретился с Богом Отцом, и я хочу узнать, как он молится. Я хочу знать, что он сделал, чтобы пережить такую уникальную встречу с живым Богом. Так что же это? Мы должны молиться, осознавая, что это отношение. Нам нужно сфокусироваться на Иисусе и ожидать не больше от Него, а больше Его самого. Поэтому давайте сейчас сфокусируемся на Нем самом. Я буду петь, и Он будет проявляться. Макс и самый citman. partoted Jesus Jesus Лifts your name On high Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok More of you, more of you, more of you, less of me More of you, more of you, more of you, less of me Господь, прошу Тебя, явись нам, приди к нам, Господь. Твое Слово говорит, если мы приблизимся к Тебе, Ты приблизишься к нам. Господь, мы стоим на этом обещании, и приближаясь к Тебе, мы знаем, что Ты приближаешься к нам. Я молюсь за каждого человека в этой студии, и за всех, кто смотрит эту программу. Если они взывают к Тебе, приближайся к ним. Твое Слово говорит, если мы будем взывать к Тебе, то Ты ответишь нам. Именно это мы и делаем сейчас, Господь. Иисус, спасибо, Иисус, мы любим Тебя, Господь. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Сам Иисус сказал, чтобы мы шли по всему миру и учили, или делали учеников. Это ученики Равина. Первые ученики, которые были у Иисуса, когда Он ходил по земле, ели с Ним, учились с Ним, слушали Его наставления, стараясь стать похожими на своего Равина, своего Господина. И все это происходило не в одно мгновение. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». А вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим. Сколько времени вы провели в молитве? В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении «Всемирного молитвенного сообщества» вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота.